представление это активность мышления это активность ментала и в этой связке локомотивом является ментал то есть он управляет человеком он его тащит у человека право выбора ни на что нет он просто тупо пассажир куда везут туда везут согласно всех этих мыслительных алгоритмов и дальних характеристик и паттернов самый главный паттерн сегодня попозже мы тоже эту тему затронем в чем же отличие этого проекта от любого другого существующего информационном пространстве что происходит когда человек приходит ту или иную группу в тот или иной проект на тот или иной семинар не важно как это называется во первых у человека есть уже накопленная ментальная база какая-то внутренняя парадигма мировоззрение плюс сам подход к информации как человек взаимодействующий действует информация что он ожидает на что он в первую очередь обращает внимание вот эта вся подоплека который находится в подсознании она управляет человеком по умолчанию на автопилоте без запрашивания согласия или нет это сейчас немножко отвлекусь приведу такой пример когда часто я на консультациях или практике спрашиваю человека какая-то критическая ситуация да и допустим вашего близкого надо срочно отвезти в госпиталь и вот вы садитесь за руль автомобиля вам надо срочно это вопрос жизни и смерти ехать в госпиталь чтобы спасти своего близкого человека и в этот момент вам дорогу переходит черная кошка и все начинают говорить но так или иначе кто-то говорит а мне все равно я давно это превзошел я преодолел я не обращаю на это внимание кто-то говорит да все равно поеду несмотря ни на что я ничего не боюсь или ну и пусть себе идет и что ну я да вот раз такой вопрос я все равно поеду и все пытаются показать что они очень подкованы что они храбрые да что они мужественные а чего они не заметили когда они говорят да я поеду все равно поеду а я не сказала что черный кот плохо но ты знаешь о чем я сказала без упоминания об этом вот он паттерн подсознание и это только вопрос времени когда реальная картина жизни совпадет с этим представлением произойдет клик и это активируется вот если бы я сказала смотрите черный кот который переходит дорогу это очень плохо это очень опасно это беде это поверье это примета а как вы действуете тогда понятно но я не сказала а человек уже знаю но не знает того что он фактически в плену у этого паттерна то что он о нем не думает это не значит что этот паттерн не активен и что он не может проявиться в реальной жизни то есть да незнание не освобождает от чего от ответственности и так вернемся к чему что вот на нашем проекте мы больше и больше вскрываем сам механизм мышления сам механизм взаимодействия с информацией взаимодействия с собой который взаимодействует с информацией вот о чем это проект и вот это взаимодействие с том о чем только что я упомянула базируется на самом главном аспекте разотождествление не разотождествившись человек продолжает быть внутри обусловленности внутри образности внутри персонажа внутри личности он в темнице он может сколько угодно обсуждать и мечтать о пробуждении об освобождении каком-то просветлении но все что он делает он курсирует в темнице ума в темнице менталов темнице своих представлений когда человек приходит куда-то им движет еще раз говорю вот это внутреннее парадигма мироописание мировоззрение и еще концептуальность его ожидания то есть вот человек например на что-то посмотрит скажет у это просветление на что-то скажет нет это шарлатанство но на самом деле это не так далеко может быть не так потому что человек судит исходя из его алгоритма парадигмы мира картины описание мира когда-то рассказывал пример про то что человек приходит там да и говорит я купил книгу стопроцентная истина вот все все от корки до корки прям резонирует не важно про что эта книга это один человек может сказать там все про аллаха другой человек может сказать там все про буду третье можно сказать там все про зорбу неважно про что но для него это истина а теперь зададимся вопросом а истина ли это в принципе или это резонанс исходя из совпадения с его внутренней парадигмы с его внутренним ментальным представлением о чем-либо человек не замечает самого паттерна заметь очень многие информационные источники они будучи в уме борется с умом автор какого-то семинара или курса предлагает бороться с это находясь внутри это начнем даже с того что смысл с чем-либо бороться природе надо задать вопрос а как она появилась что стоит в основании того создание этого изначально если это создана если это проявлено если это имеет место быть значит в этом есть какой-то сакральный смысл и назначение а зачем тогда борьба потому что если мироздание совершенно а ну совершенно оно не может допустить брак оно не может допустить какое-то несовершенство тогда тот кто соглашается что есть что-то несовершенное и еще подписывается на борьбу и преодоление этого несовершенства что делать он просто спускает свою светимость унитаз это просто сливной бачок потому что эта борьба намеренно навязана ментально пространство чтобы человек не обнаружил суть не обнаружил ядро не обнаружил истины которые ближе чем дыхание и никогда не дальше и кто хочет тот записывается кто не хочет не записывается это это нормально не должно быть такого что все и давайте идите сюда ждем вас нет ни в коем случае человек внутри должен созреть он должен стать быть готовым воспринимать быть восприимчивым быть слышащим быть готовым различать а это определенная capacity грузоподъемность выносливость это определенная способность быть этой чистотой и если человек не готов не зрел да и не надо чтобы он приходил да и не надо чтобы он понимал во первых понимание это второстепенный признак должно быть узнавание узнавание что да я не знаю каким образом но я знаю это я ощущаю это знание они просто да расскажите мне эту идею вот есть такие участники которые как бы да а для чего мы это делаем а куда это ведет то есть человек что пытается он пытается ментально вычислить логику этого процесса то есть он пытается посредством определенной capacity оценить целиком весь процесс это и есть иллюзия ментала вот человек жил всю жизнь например где-то в деревне знает маленькие расстояния и он пытается туда же как говорят мерить расстояние там лошадиными силами вот это что-то в этом роде но смешно какие-то огромные расстояния пространства измерять лошадиными силами за человек действительно излучает имеет дело только с тем что зашито у него внутри потому что всю другую информацию он просто пропускает мимо и получается что пока человек не вскроет сам механизм резонанса сам механизм узнавания он не может взаимодействовать с информацией он априори погружен неё он априори управляем информацией и получается человек внутри ментала контролируем менталом управляем менталом но он хочет выйти за пределы ментала каким же образом но это как прийти игрок тюремщику сказать сушат кроме клетку я выйду да там рекамеру я выйду где ключи где план победы но это утопия такого никогда не было и не будет то есть спасение утопающего дел рук самого утопающего не в том плане что здесь кто-то тонет но по своего рода погружение в сон это да утопание и поэтому чтобы пробудиться человек сначала должен выяснить а что такое этот сон не просто опа я прочитал надо пробудиться и человек начинает судорожно представлять что такое пробуждение он видит каких-то людей которые сидят улыбаются где-то по дереву смотрит небо слушает пение птиц ловит бабочек или просто они садятся ему там на руки на плечо и человек считает вот это пробуждение считает что это человек не работает ему все свалится с неба и ему нравится и на самом деле человек не ищет пробуждение он ищет как бы сделать так чтобы у меня все было мне за это ничего не было вот основное клише разные люди могут приходить да сейчас мы как бы употребляем матричный язык общения множество людей с различными точками зрения с различным жизненным укладом и опытом да они приходят но и очень хорошо если они проходят дальше если это не срезонировало потому что только готовность еще раз говорю определенная амплитуда это вот такой пример с чайником да чтобы вода закипела чтобы сделать себе чай должна быть вода и должен быть нагрев 100 градусов тогда появляется испарение вот она осознанность она узнавание если человека не совпадает какое-то из этих условий вот осознанности не появляется узнавание резонанса тоже не появляется и соответственно если они проходят мимо и нормально те кто просит гарантии это маркетинговый подход торговаться с божественным торговаться со своей сутью но априори кощунство это путь в никуда и естественно нет смысла этим людям ничего доказывать не хотят и не надо и слава богу и возможно где-то они найдут или как говорится зеленый свет да бог помощи эти фразы я осознаю как они звучат ментально да я употребляюсь осознанно сознательно именно для того чтобы человек услышал что-то за этими словами не только смысл а нечто что отзывается где-то в глубине его если человек эту глубину начинает распознавать начинает слышать какие-то отклики он уловит о чем этот проект о чем правда о чем вообще все это повествование и эти подкасты в том числе не уловит и тоже здорово а